Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава от Азрия, новая глава, новая духовность. Основная тема нашей недельной главы это злословие и благодарность. Это два полюса, две противоположности, которые как бы показывают, где есть человек. Злословие вообще в связи с тем, что мир создан словом, и слово важнее дела, потому что когда мы ударили человека, мы понимаем, что ударили, когда сказали плохое слово, мы считаем, ну ничего страшного. На самом деле все не так. Написано в Кабале, что о том, кто злословит о ближнем, оскверняются все части тела, от него исходит дух нечистоты, и его молитва не принимается Всевышним. То есть надо представить себе уровень того, насколько погружается в какие ужасы этот человек. Можно построить словом миры, а можно уничтожить их. Вообще основа любого злословия это, знаете, каждый раз человек смеется над собой. Мир это зеркало, говорил Балшемтам. И все дефекты, которые мы видим в других людях, это проявление наших собственных недостатков. Еще, кстати, он учил, что надо внимательно выслушивать любые слова, любые замечания, потому что праздный разговор вовсе не невинное дело. Мир так устроен, что все, что мы видим, слышим, это все для нас. Там же, кстати, написано еще и, что нелестные замечания в чей-то адрес являются просто тяжелейшим грехом. А вот умение благодарить, это намного более даже серьезно еще. Ведь человек, который видит, сколько с ним хорошего происходит, он обязан это делать. Злое начало направлено на то, чтобы показать человеку, что то, что у него есть, это ерунда, а то, что у него нет, вот это вот и есть великая вещь. Представьте себе, что вот стена, вот фотограф стоит, стена, на стене потрясающие картины, рисунки, и одна маленькая черная точка. Если фотограф направит объектив на всю стену, все увидят, насколько она красивая. А если на эту точечку, да, и она заполнит всю фотографию, то все подумают, что стена черная. Именно так и делает дурное побуждение. Человек, который привык благодарить Бога за все, что у него есть, не принимающий все, как разумеющийся, он видит мир иначе совершенно. Надо научить себя благодарить за все хорошее. Я расскажу короткую притчу, хорошо? Один человек, ему приснилось, что он попал на небо, и к нему подошел ангел, и говорит, что ты хочешь узнать, как устроен мир, пойдем, я тебя поведу. Он пошел с ним, заходит в первую комнату, там огромное количество ангелов, бегают. Это отдел получения, здесь приходят петиции от людей, все просьбы, мы их сортируем и направляем. Следующая комната, огромная такая, всем полно ангелов. Это отдел доставки назад, вот, из свершившихся желаний. Это благодать, которая идет сверху, она отправляется людям. Третья комната была маленькая, там сидел один ангел, и больше никого не было. Спрашиваю, в чем дело, вы знаете, это отдел благодарностей. А что значит благодарности? Ну, это грустно, говорит ангел, но после того, как люди все получают, и когда они просыпаются утром и видят себя живыми и так далее, то, к сожалению, они мало благодарят. А за что, спрашивает, надо поблагодарить человека? Говорит, ты знаешь, скажет ангел, если у тебя есть еда в холодильнике, одежда на теле, крыша над головой и место, где спать, то ты богаче, чем 70% людей в этом мире. Если у тебя есть какие-то деньги в банке, любые, и немножко в кошельке, еще мелочь в копилке, ты входишь в 18% состоятельных людей этого мира. Если ты проснулся сегодня утром и почувствовал, что ты здоров, а не больной, то ты счастливее многих, кто даже не смог пережить этот день. Если ты никогда не испытывал какого-то страха, одиночества, тюремного заключения, пытки, голод, ты обогнал 700 миллионов человек в этом мире. Если ты можешь молиться Богу и без страха преследования и пыток, то ты намного лучше живешь, чем 3 миллиарда других людей. Если твои родители живы или женаты, ты вообще редчайший человек. Если ты можешь идти, улыбаясь по миру, то ты просто не соответствуешь норме, ты великолепен. Поэтому очень важно понять одну вещь. Бог посылает намного больше, чем мы видим. Он дает нам намного больше, чем мы понимаем. Сказал Раби Бахья Бен Пакуда, это великий был человек. В погоне за наслаждениями человек забывает остановиться, осмотреться и оценить то добро, которое посылает ему Господь. Желанием нет конца. Если человек чего-то достиг, ему хочется больше. Такой никогда не почувствует благодарности к Богу. Сколько бы ему Всевышний давал, ему все кажется, что у других есть больше. Я еще короткую историю расскажу. Были два выдающихся иерусалимских мудреца. Хайм Берлин и Рафетскак Блайзер. Они были великие люди, заключили между собой такое уникальное соглашение. Кто первый уйдет из этого мира, расскажет, как устроен тот мир. Первым ушел мир истины Блайзер. Через неделю он явился к своему другу, предстал перед ним и сказал, что небесный суд вникает в суть каждой детали прожитой жизни. Особенно строго судит за грех злословия. Поэтому это должно вообще уйти из человека. И умение быть благодарным – это основа всех заповедей между человеком и человеком, и человеком и Богом. Когда человеку ты встаешь утром и говоришь молитву, благодарю тебя за то, что ты вернул мне душу. Всевышний дал тебе новый день, здоровье, пропитание, все благодаря ему. Мы учим наших детей говорить спасибо за то, что они получают. Сказать спасибо – это просто, это не стоит денег. Всего лишь нужно заглянуть в себя и почувствовать благодарность по отношению к ближнему, по отношению к Всевышнему, за то, что у тебя есть, а не за то, что ты с ним мечтаешь. Смотритесь в то, что у вас есть, и поменяется тогда взгляд этот мир. Брахава Ацлаха, чтобы эта неделя была самая удачная.